Сегодня мы с вами будем тестировать очередной, достаточно-таки странный продукт, но насчет этого у меня очень хорошее предчувствие, потому что мне кажется, он должен работать. И если он реально работает, так как я себе это представляю в голове, то это будет вообще очень круто. Давайте намекну вам, что это. Да, это Vibro Sponge. Короче, прогуливалась я как-то просторами Алиэкспресса и попала на вот эту вот штуку, и она меня очень сильно заинтересовала, то есть это вибрирующий спонж для нанесения тональной основы. Для меня это было чем-то очень интересным, потому что мне показалось, что оно по идее должно работать, то есть принцип вибрации должен заключаться в том, что он как бы хорошо будет втушевывать тональную основу, а я обожаю вот именно, когда тональная основа не просто сверху лежит таким пластом, а именно хорошо втушевана в кожу, что ее можно рассмотреть только при очень близком вот так вот контакте, то есть если вот человек вот так вот просто от вас будет стоять, то он тогда увидит, что на вас тональная основа, но в обычном общении, вот друг напротив друга, если люди стоят, то даже и не видно, что именно нанесена косметика на лицо, поэтому мне безумно интересно посмотреть, работает это или нет, и также еще приятный бонус заключается в том, что этот спонж стоит недорого, по-моему я за него заплатила, если я не ошибаюсь, 14 с чем-то долларов, я ссылку оставлю внизу, там где я покупала, если вам будет интересно, пришло мне это все вот в такой вот коробочке, я бы сказала, что коробка достаточно хорошего качества для продукта с Алиэкспресс, обычно там упаковки такие, знаете, просто какие-то пакетики или, ну в общем-то дешевая упаковка, либо вообще упаковки нет, здесь же очень плотный картон, все очень красиво упаковано, когда вы открываете, первое, что вы видите здесь, это какие-то инструкции, по-моему здесь даже есть гарантийный талон, если я не ошибаюсь, если бы я знала китайский, я бы наверное смогла это прочесть, но мне так кажется, что это гарантийный талон, он у меня не заполнен, естественно, но тем не менее, это электрический прибор, поэтому я думаю, что если заказывать на территорию Китая, возможно они его заполняют, хотя фиг его знает на самом деле, и если заглянуть напрямую в упаковку, то здесь вы видите само устройство, оно кстати идет уже с одетым спонжем на него, и также вы получаете два запасных спонжа, что тоже очень классно, потому что я уверена, что один вот этот спонж, он недолго прослужит, ну наверное где-то может месяца два-три из него можно выдавить, а потом желательно даже по санитарным нормам это заменять, поэтому где-то, ну почти на год вам хватит одного этого девайса, и если я не ошибаюсь, отдельно эти спонжи купить нельзя, то есть я их нигде не видела в продаже, может быть плохо искала, не знаю, но тем не менее 14 долларов, знаете, можно и новый купить через год, если он действительно круто работает, если он действительно того стоит. Сам спонж защищается вот такой вот пластиковой крышкой, это опять-таки для того, чтобы он не пачкался, где бы он у вас там не лежал, и в общем-то в принципе из первых впечатлений, это наверное все, что я могу о нем рассказать, что касается спонжа, то мне он выглядит достаточно твердым, мне бы хотелось, наверное, чтобы он был немножко мягче, ну я не знаю, как он будет работать, возможно вот эта упругость как раз-таки лучше поможет, когда будет именно сам процесс растушевки, потому что если бы он был немножко мягче, то возможно это бы его сильнее разрушало во время именно нанесения косметики. Снимается эта насадка элементарно просто, то есть никаких тут даже фиксирующих особых элементов нет, просто она снимается и одевается вот таким вот простым движением, инструкций больше я здесь никаких не нахожу, поэтому я даже не знаю, что еще добавить в плане предисловия, поэтому я предлагаю перейти к действию и попробовать этот продукт. Так как я обожаю, как наносят тон влажные спонжи для моего типа кожи, у меня, кстати, нормальная кожа, склонная немножко сейчас к сухости, я хочу этот спонж намочить, то есть вот эту вот головку от этого спонжа снять и немножко ее намочить под водой. Он сейчас еле-еле влажный, абсолютно не мокрый, вот именно в таком состоянии я обожаю спонжи, и буду я наносить тональную основу сегодня, свою самую любимую, это Giorgio Armani Luminous Silk. Эта тональная основа достаточно легкая по своей текстуре, но я обожаю ее наносить спонжем, я знаю, что спонжем она наносится просто идеально на мое лицо, держится потом очень хорошо, выглядит хорошо на протяжении дня, поэтому я именно ее и выбрала. Наносить буду таким же способом, как и обычно, то есть изначально просто на палец я немножко выдавила этой тональной основы, и вот так вот поставлю пятна у себя на лице, обычно у меня ее уходит, ну, в зависимости от покрытия, которое мне нужно в тот или иной день, ну, не меньше, чем две помпы, это точно. Вот сейчас я нанесла две помпы на свое лицо, давайте приступать. Звук, конечно, очень неоднозначный. Итак, первое впечатление. Хм. Не могу отделаться, ощущение, как будто я у стоматолога. Звук такой аж пронизывающий до корней зубов. Ух! В районе нижней челюсти вообще настолько неприятно, что это просто даже передать невозможно. Реально, такое впечатление, что тебе сверлят зубы просто у стоматолога. Мне кажется, я так сильно не потела вообще никогда, наверное, когда наносила косметику. Знаете, что я еще могу сказать? Эта штука конкретно ест тональную основу. Учитывая, что этот тон стоит 65 долларов, эта зараза только что, ну, доллар съела, наверное, точно. И при этом еще такие ощущения, как будто реально меня пытают, а не я наношу косметику. И вот я до сих пор чувствую какую-то, знаете, как остаточную вибрацию у себя на лице. Вот вообще я такого не ожидала, если честно. Я думала, это будет что-то очень приятное, такое легкое, массирующее, поглаживающее. Ага. Ладно, надо закончить. Ребят, серьезно, это просто какая-то жесть. Я просто не смогла до конца нанести тональную основу. И я вам сразу скажу, я не из таких вот совсем неженок, да, которые там легкий щепок, уже все, ааа, как мне больно, как мне больно. То есть у меня достаточно высокий болевой порог. То есть я никогда не хнычу, никогда не жалуюсь. Тональную основу он наносит очень плохо. Он ее в основном всю съел. А на лице у меня осталось, может, процентов 20 от того, что реально было нанесено изначально. Во-вторых, ужасно неприятно. Больше всего неприятно вот здесь вот в районе челюсти. На носу жутко просто неприятно тоже. И когда по голове массируешь, такое впечатление, что у тебя вот-вот начнется головная боль. Вот серьезно. Я совершенно не ожидала, что именно так это средство работает. И вот сейчас, если я посмотрю в зеркало на токов нанесена тональная основа, я могу точно сказать, что никак. Так, я вижу совсем-совсем легкий слой, но общее впечатление, что как будто я этот тон и не нанесла в принципе. То есть у меня нет вот этого покрытия, которое я хотела бы от тональной основы. У меня просто такое впечатление, что я вот умылась плохо вчера. И вот это остатки косметики со вчерашнего дня. После того, как я терлась о подушку, после того, как я целый день это носила на лице. Вот какое-то такое у меня впечатление складывается от этого продукта. Давайте еще ради чистоты эксперимента я нанесу на эту сторону тон с помощью банального такого классического спонжа. И вы просто увидите разницу, которую она делает. Вот это та же тональная основа, только нанесенная обычным спонжем. Во-первых, посмотрите, насколько быстро. Тем не менее, мне кажется, сейчас намного лучше. По крайней мере, вот я смотрю на себя в зеркало, и мне намного больше нравится и покрытие, и просто общий вид. Вот с этой стороны мне намного больше нравится. Ну что ж, делаем выводы. Я думаю, вы уже догадались, что я вот эту штуку могу отнести только к орудию пыток, наверное. Потому что абсолютно не работает, и при этом еще и вызывает жутчайший просто дискомфорт. Вот мне настолько неприятно было вот только из-за вот этой штуки. Я больше не помню за всю историю, наверное, работы с косметикой, нанесения косметики, каких-то процедур косметических. Я не помню, чтобы мне настолько было неприятно, как от вот этой штуки. Я абсолютно откровенно могу посоветовать эту штуку только, наверное, мазохистам или людям, которые любят стоматологов, которые любят вот этот звук дрели внутри головы, а всем остальным просто нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Ну что ж, на этом я буду заканчивать видео. Я искренне надеялась, что оно пойдет по другой траектории. Но, видимо, не сложилось, как говорится, поэтому я очень надеюсь, что видео вам понравилось, что я, возможно, сохранила ваши деньги и сделала такое предупреждение насчет того, что не стоит, однозначно не стоит это пробовать. Перед тем, как вы закроете видео, обязательно поставьте мне лайк за мои мучения, потому что я честно старалась до конца просто выдержать вот эти вот пытки. Меня, конечно, не сильно надолго хватило, потому что вот здесь по периметру я уже растушевывала на выключенном устройстве. В общем-то, да, если у вас есть какие-то предложения, что можно протестировать в будущих видео, обязательно оставляйте эти комментарии внизу, лайкайте чужие комментарии, потому что, возможно, вы подадите мне какую-то классную идею, и я в следующий раз покажу именно тот продукт, который вы рекомендовали. Подпишитесь обязательно на мой канал, если вы до сих пор не подписаны, для того, чтобы не пропускать в будущем эту серию видео, да и в целом мои видео. А если вы уже подписаны, не забудьте нажать на колокольчик, который находится рядом с кнопкой подписаться, тогда YouTube обязательно будет вас оповещать о выходе новых видео, и вы меня таким образом не потеряете. Можете посмотреть мое предыдущее видео из этой рубрики, там, где я тестировала силиконовый спонж для нанесения косметики, если вы не видели, посмотрите, очень прикольное видео получилось. И на этом я буду заканчивать с вами, прощаться, поэтому до встречи в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok Ты портишь мой обзор. Надо говорить, что очень плохо. Мама, массажер. Хорошо, я себе его забираю тогда? Забирай, мне вообще не жалко. Надо приделать какую-то, типа, эту, ну, какую-то щеточку или что, и тогда можно будет классную клавиатуру чистить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok